Итак, добрый вечер. Мы продолжаем с вами говорить о психофармакологии. Итак, у нас сейчас шестая встреча. На прошлом занятии мы с вами дали определение лекарствам. Поговорили о том, как лекарства попадают в организм, как происходят их путешествия по организму. После этого мы рассмотрели с вами основные места взаимодействия лекарств с центральной нервной системой. Итак, давайте вкратце их повторим, сейчас быстренько по рисунку, да, и продолжим. Итак, основных мест взаимодействия лекарств с центральной нервной системой 11. Как вы помните, два из этих мест, а именно первое и второе, связаны с производством нейротрансмиттера. Первое место – это предшественник нейротрансмиттера. Второе – это, как правило, энзим, который участвует в производстве нейротрансмиттера из его предшественников. Как вы помните, влияя на эти этапы, можно влиять на работу нейротрансмиттера, на эффекты влияния нейротрансмиттера во всем организме. Следующие три этапа – третий, четвертый и пятый – связаны с упаковкой нейротрансмиттера в визикулус, с его транспортировкой, а также с высвобождением нейротрансмиттера в постсинаптическую щель из пресинаптического мембраны, из терминального бутона. Следующий этап, а именно 6 и 7, да, следующие два места взаимодействия – это лекарства могут влиять на рецепторы, которыми взаимодействует нейротрансмиттер. И он, как вы помните, из терминального бутона высвобождается в определенных условиях нейротрансмиттера, который пересекает синаптическую щель и достигает постсинаптической мембраны, в которой расположены в том числе и рецепторы, с которыми он будет взаимодействовать. Влияя на работу этих рецепторов, блокируя их или стимулируя их, можно менять эффект лекарства. Часть эффекта нейротрансмиттера, часть лекарства, при этом будут являться агонистами, а часть антикористами. Следующие два места – это 8 и 9. Эти места взаимодействия связаны с работой авторецепторов. Опять же, как вы помните, нейротрансмиттер, выделяясь в синаптическую щель, часть нейротрансмиттера попадает назад и попадает на авторецепторы. Авторецепторы – такие рецепторы обратной связи, датчики обратной связи, которые смотрят много или мало нейротрансмиттера, находится в щель. Если от него, например, находится больше, чем нужно, то авторецепторы с помощью механизма обратной связи могут вырабатывать меньше нейротрансмиттера или больше. Влияя на работу авторецептора, можно изменять то, с какой эффективностью будет нейротрансмиттер влиять на постсинаптические мембраны. Ну и последние два места это 10 и 11. Они связаны с энзимом, который находится в синаптической мембране и способствуют расщеплению и редактивации нейротрансмиттера, который находится в щедине мембраны. А также связаны с тем транспортом, который в ряде случаев возвращает нейротрансмиттер назад в терминальный пункт. Сегодня мы с вами более подробно поговорим о основных нейротрансмиттерах, которые важны для работы центральной нервной системы. По сути эффект нейротрансмиттеров, как вы уже поняли, как мы с вами уже не раз говорили, на постсинаптическую мембрану может быть двух видов. Возбуждающий и тормозящий. Возбуждающий сопровождается эффектом депарализации, процессом ИПСП на английском, а тормозящий эффектом гиперпарализации, эффектом ИПСП. Но на самом деле эффектов нейротрансмиттеров на центральную нервную систему, на наше поведение, намного больше. Итак, давайте порассудим более подробно эти эффекты. Но прежде всего стоит сделать небольшое замечание. Главные два нейротрансмиттера нашего мозга, которые отвечают за большинство, 99% возбуждающих и тормозящих реакций, это два нейротрансмиттера. Глютамат возбуждающий и гамма-аминомасляная кислота, тормозящий нейротрансмиттер. Итак, возможно, по большому счету, все нейроны мозга тем или иным образом получают возбуждающие сигналы от терминалей, прорабатывающих или глютамат, или гамма. У каждого нейрона может быть много связи с другими нейронами. Вот один из них, или несколько из них, многие из них так или иначе связаны или с глютаматом, или с гаммой. Например, все сенсорные пути, кроме разной пути, связанных с болью, передачей боли, передают информацию в мозг человека через аксоны, вырабатывающие глютаматы. Нейроны же, обнаруживающие боли, выделяют, как правило, препятит. Итак, а что тогда делают другие нейротрансмиттеры? Их много, как мы с вами узнаем, но тем не менее всего лишь два занимают большую часть места. Что же тогда делают другие нейротрансмиттеры? По большому счету, они оказывают так называемый моделирующий эффект на передачу информации нейронов. Такие серые кардиналы, которые стоят в сторонке и моделируют, влияют со стороны, опосредованно на передачу информации между нейронами. Большинству эти нейротрансмиттеры помогают активировать также или тормозить цепи нейронов, связанных с теми или иными функциями мозга. То есть можно назвать их фасилитаторами. Они фасилитируют, фасилитируют, упрощают передачу информации. Ну, в качестве примеров рассмотрим ацетилхолин и дупамин. Про ацетилхолин мы поговорим сегодня чуть позже. Итак, ацетилхолин, нейротрансмиттер, например, может активизировать кору мозга и облегчать тем самым обучение. Но сама информация об обучении будет передаваться нейронами, выделяющими глютамат и габа. То есть ацетилхолин помогает, моделирует процесс обучения с помощью того, что стимулирует, например, кору. Но сама информация, как я уже сказал, передается с помощью нейротрансмиттера глютамата и габа. Второй пример. Выделение допамина в определенных отделах мозга может влиять на активацию производных движений. Может влиять, да, способствовать им или мешать. Но это происходит без указания, какое именно движение должно быть выполнено и как-то. Итак, сегодня более подробно мы поговорим о основных нейротрансмиттерах. И начнем мы с ацетилхолин. Итак, ацетилхолин – это главный нейротрансмиттер, секретируемый эфферентными аксонами периферийной нервной системы. Как вы помните, эфферентные аксоны несут информацию из центральной нервной системы к мышцам. Соответственно, более точное определение эфферентной нейроны – это нейроны, передающие нервный импульс из ЦНС на периферий. Например, движения мышц достигаются с помощью выделения ацетилхолина. Давайте нарисуем ее, посмотрим более точнее. Итак, например, у нас есть периферийный аксон, а вот у нас мышечная пластинка на мышце. Так можно сказать, что, когда приходит импульс, ацетилхолин, эротрансмиттер, о котором мы сегодня поговорим, стекает, капает и попадает на эту мышечную пластинку. Кроме этого, ацетилхолин также находится в ганглях центральной нервной системы. Также ацетилхолин встречается в мозге, например, в стереатуме и в коре. Так как ацетилхолин находится снаружи, помимо этого находится снаружи центральной нервной системы, в места, доступных для изучения учеными, он стал одним из первых нейротрансмиттеров, которые были открыты и достаточно хорошо излучены. Итак, давайте посмотрим. Как уже сказали, аксоны и терминальные бутоны, деляющие и принимающие ацетилхолин, носят название ацетилхолинергические нейроны. И они достаточно широко распространены в нашем мозге. Три главных места распространения получили особое внимание нейроученых. Итак, вот они. Первое место – это дорсально-латеральная часть моста мозга. На английском называют дорсалатерал форс. Второе место – это базальный передний мозг, базал фороборей, его ядра. И третье место – медиальная перегородка, медиал септ. Примерно я сделаю на образовательном рисунке. Точно у нас не будет посылки, которые добавлены. Итак, это мозг крысы, крысы, такая схема его, да? Это мозжечок, здесь у нас кора. Так вот, основные три места, сейчас я их тут изображу. Значит, первое место – это латера дорсара, латера дорсал, онс. Место для моста мозга, оно находится тут. И энергетические пути из него ведут различные отделы мозга. Например, в мозжечок, вестибулярное ядро, также в другие. Второе место – это ядра базального переднего мозга. Примерно положено тут. Опять же, более точно посмотрите на рисунках нашей презентации. Пути из него идут в кору. Да, пути идут во множество элементов мозга, но я рисую лишь основные. Итак, часть из них попадает в кору, большая часть. И третье место – это медиум септум, средняя перегородка. Часть пути из него идёт в кору, часть идёт в гиппокампус. Гиппокампус. Часть идёт также в кору. Несколько слов я про это скажу. Итак, ацетилохиленергические нейроны, расположенные в дорсальной части мозга, играют одну из главных ролей в парадоксальном сне. О парадоксальном сне мы поговорим на курсе лекции, посвящённых сну. Сейчас скажу лишь то, что это парадоксальная фаза сна. Это та фаза сна, где нам снятся наиболее живые, наиболее богатые сновидения. И во время этой фазы сна наше тело, можно сказать, практически полностью парализовано, где парализованы только мышцы глазных яблок. К этому они индуируются во время сна очень часто. Итак, расположенные в базальном переднем мозге ацетилохиленергические нейроны участвуют в активации, как мы уже сказали, коры мозга и облегчают в том числе обучение. Особенно обучение, связанное с восприятием. Не все функции ацетилхолина в базальном переднем мозге ещё известны. Ну, например, вот такая существует, установили связь, что клетки в части мозга погибают одними из первых при болезни Альски. Но какая связь существует между этими заболеваниями, точно ещё неизвестно. Что является причиной, что является следствием, и существует ли причина следственной связи. Расположенные в перегородке ацетилхолинергические нейроны контролируют электрические ритмы гиппокампа и моделируют его функции. Гиппокамп тоже выполняет разные функции, среди которых, как вы помните, консолидация воспоминаний и образование определённых видов памяти. На этом рисунке, да, такая схема совсем приблизительная, показан мозг крысы, а не человека. Пытался изобразить. И основные места ацетилхолинергических скоплений нейронов. Почему мозг крысы? Ну, потому что изучение мозга достаточно сложное, особенно раньше было. Сложное этическое соображение на человека не проводилось много экспериментов. Многие исследования нейроанатомы проводили на мозге крысы. Полагается, и сейчас находится в этом утверждение, что есть более-менее точные соответствия, но тем не менее, это возможно, что также существует отличие между мозгом человека и крысом с точки зрения нахождения основных центров ацетилхолинергических нервов. Итак, теперь давайте поговорим о том, как синтезируется ацетилхолин в организме. И какие лекарства могут влиять на его синтез, могут ему помогать, а могут мешать. Итак, ацетилхолин по сути своей состоит из двух компонентов, холина и ацетата. Но ацетат не может напрямую присоединиться в холину, и поэтому ему в этом помогает молекула коэнзима А. То есть, что происходит? Есть молекула коэнзима А, в которой прикреплен ацетат, кружочком он позначен. Есть холин, это кружочек, это ацетат. И вот эти два товарища под действием специального энзима могут соединиться и создать ацетилхолин. Итак, ацетилхолин создается следующим образом. В присутствии холин, ацетилтрансеразы. Трансераза, да, энзима, который влияет на эту реакцию. Из коэнзима А, который несет на себе ацетат и холина, у нас получается, эти два объединяются, у нас получается ацетилхолин, и коэнзима А остается сам в себе. Примерно так происходит синтез ацетилхолина в организме. Теперь давайте посмотрим, какие два лекарства, более точно два яда, могут влиять на производство ацетилхолина в организме. Первое лекарство, более точно яд, это токсин ботулина. Второе, это яд паука в черной вдовы. Эти яды влияют на работу ацетилхолина. Токсин ботулина создается с помощью астеридиума ботулина, бактерии, которая может присутствовать в спорченной бактерии. Так то, что делает ботулин, он препятствует освобождению ацетилхолина. Если вспомнить наш рисунок, сначала лекция это был шаг 5, из терминального бутонка. Ацетилхолин перестает освобождаться. Как следствие, ацетилхолин перестает влиять на наших органих. А вы помните, мы сказали это сегодня, ацетилхолин, помимо прочего, также является одним из главных терротрансмиттеров, которые несут информацию из центральной нервной системы на мышечное волокно. Соответственно, что наступает? Наступает паралич. Итак, ботулин является одним из самых опасных ядов, в результате которого может наступить удушение и смерть. Яд паука черной вдовы оказывает противоположный фельд. Он стимулирует выработку ацетилхолина из пересинаптической мембраны. Ацетилхолина вырабатывается все больше и больше. Этот яд, он менее опасен, чем ботулин. Дети, взрослые, здоровые взрослые могут принести несколько укусов, чем паука в черной вдовы. Но тем не менее для стариков и детей он достаточно опасен. В результате, если отец пауколин, что могут появиться? Могут появиться конвульсии, потому что селхолина стало очень много. Еще такой интересный вопрос. Как вы, может быть, знаете, один из симптомов ботулизма – это раздвоение зрения. Достаточно интересно, почему это происходит? Ведь ботулин препятствует выработку ацетилхолина. Ацетилхолина, вообще-то, приводит к работе мышц. Так почему же, когда у нас перестает поступать ацетилхолин, у нас начинает боиться зрение? Ответ на этот вопрос достаточно прост. Работа мышц глаза – это достаточно сложная, требует сложной синхронизации всех мышц, которые влияют на него. Там много мышц, и они должны быть синхронизированы. Как только перестает вырабатываться ацетилхолин, вот эта вот синхронизация выходит из строя первой. В результате начинает боиться глаза. Теперь давайте посмотрим, что происходит дальше. Итак, ацетилхолин выделился. После того, как ацетилхолин попадает в межнартическую щель, он деактивируется с помощью специального энзима, который носит название ацетилхолин и стераза. Это энзим, который деактивирует ацетилхолин в синхронизации. Этот энзим расщепляет ацетилхолин на холин и ацетат. Так вот, что такое тот холин, который... Давайте нарисуем. Итак, вот наш терминальный бутон. Здесь постсинаптическая мембрана. И вот здесь находятся молекулы ацетилхолина. И находится энзим, который их расщепляет. После расщепления у нас получаются молекулы ацетилхолина и ацетат. Так вот, часть молекулы ацетилхолина, чтобы не пропадать назря, возвращаются назад с помощью специального транспорта, паспортера в терминальный бутон. И используются для последующего производства ацетилхолина. Этот процесс достаточно эффективный. И приводит к тому, что порядка 50% синтетизированного ацетилхолина получается из тех молекул холина, которые вернулись. Обратное возвращение холина в терминальный бутон также можно заблокировать с помощью лекарства. И к чему это приведет? Приведет к тому, что меньше ацетилхолина вернется назад. И, как следствие, меньше ацетилхолина выработается. Соответственно, такие лекарства, которые будут блокировать возвращение ацетилхолина назад, будут являться антагонистами ацетилхолины. Какое лекарство может блокировать? Это лекарство вносит название хемихолина. И оно, как мы уже сказали, является антагонистом ацетилхолины. Другое лекарство действует наоборот. Оно разрушает ацетилхолины стераз. И оно приводит к тому, что на короткое время больше ацетилхолина будет находиться в синаптической щели, но в длительном периоде будет меньше ацетилхолина вырабатываться, потому что меньше вернется назад и меньше вырабатывается. У этого лекарства есть применение в медицине для диагностики одного из наследственных заболеваний, из генеративных заболеваний, который носит название миостония граммса. При миостонии граммса наступает постепенно мышечная слабость, которая вызвана тем, что иммунная система организма начинает атаковать и разрушать рецепторы ацетилхолины. Рецепторы со временем разрушаются, их становится меньше. Естественно, ацетилхолин все меньше и меньше может подавать приказы, давать информацию тем клеткам, которые он раньше передавал эту информацию. Как следствие, человек в течение болезни слабеет. Так вот, если такому человеку ввести ингибиторы ацетилхолина, то есть ввести инестерин, то на короткое время в синаптическом мембране будет больше ацетилхолина. И как следствие, с силой человек немножко вернется, и можно будет увидеть, что он воспал духом, слабоше двигаться. И это лекарство иногда, по крайней мере, раньше использовали для диагностики, для одного из способов диагностики миостонии граммса. Лекарство, которое излучает ацетилхолин, ацетилхолин и стеразу, также используется, например, как асектицид. Ацетилхолины убивают насекомых, но не влияют на людей, так как у нас есть инзин, который достаточно быстро их разрушил. Теперь поговорим о типах рецепторов ацетилхолина. На сегодня известно два типа таких рецепторов. Одни из них ионотробные, вторые метаботробные. Как вы помните, ионотробные рецепторы простые и быстрые, а метаботробные более сложные. Они требуют участия других каких-то сложных протеинов и более длительного времени реагирования. Итак, эти рецепторы ацетилхолина были обнаружены благодаря лекарствам, которые на них влияют. На ионотробные рецепторы влияет никотин, а на метаботробные ускорили вещество, обнаруженное в одном из ядовитых преподов. Итак, теперь вопрос. Как вы думаете, какой вид рецепторов более распространен в мышечной ткани? Ионотробный, никотиновый или метаботробный ускорили? Правильный ответ ионотробный, потому что мы с вами уже сказали, людям надо двигаться быстро, мышцы должны быстро реагировать, а более быстрым является ионотробный никотиновый рецептор. В ЦНС встречаются оба типа рецепторов, и ионотробный никотиновый, и метаботробный ускорилин. Но тем не менее преобладает ускорилин. Некоторые никотиновые рецепторы встречаются на аксоаксоновых синапсах мозга и пользуются для фасцилицирующего эффекта, для усиления эффекта одного из аксонов этого синапса. Активация ионотробных рецепторов также связывает ее с возникновением аддикции к никотину. Как мы с вами видели, два лекарства стимулируют работу ацетилхолиновых рецепторов. Также известно два лекарства, которые блокируют их работу. Есть никотин и мускорин стимулируют, и два лекарства, которые блокируют их работу. Оба эти лекарства известны очень давно и используются сегодня в современной медицине. Итак, первое лекарство это атропин. Оно блокирует мускориновый рецепт. Атропин это один из нескольких алкалоидов белодона. Согласно легендам, раньше женщины капали в глаза, капли, содержащие белодонну, чтобы быть более привлекательными для мужчин. Зачем они это капли, для чего используют капли? Потому что они немножко парализовывали те мышцы, которые влияли на сокращение зрачка в глазе, и в результате зрачки немножко расширялись, и женщины касались более привлекательными. Другое лекарство это яд Курара, который уже блокирует никотиновый рецепт. Которые в том числе, как вы помните, расположены, как мы уже сказали с вами, на мышцах, на мышечных пластинках. И поэтому наподобие ботулизма яд Курара приводит к параличу. Причем эффект Курара более быстрый, чем у ботулизма. Как вы узнаете, люди многие время используют этот яд, например, на охоте. Кроме этого, яд Курара даже сегодня используется в медицине. Его часто используют для того, чтобы парализовать пациента на время операции. При этом необходимо помнить, что боль человек продолжает использовать, испытывать. Поэтому помимо яда Курара, используют также обеиспоривающие. А чтобы человек не задохнулся, так как он перестает дышать, ему также его подключают к искусственной вентиляции легкие. Итак, наше занятие подходит к концу. Мы поговорили о нейротрансмиттере ацетилхолине, одном из первых изученных нейротрансмиттеров. О том, как он создается и как разрушается. А также о лекарствах, часть из которых яды, которые оказывают влияние на его интеракцию с ценностью. До встречи в следующий раз. Всего хорошего.